Мы продолжаем наш цикл, посвященный биоархеологии, которая, изучая прошлое, как это часто бывает, перекидывает мозг в настоящее. Да, действительно, в этой популяции эта инфекция присутствовала. Иногда встречались коллективные захоронения только детей. Есть очень много исторических свидетельств того, как протекала пандемия, в каких местах захоранивали людей. Еще раз повторяю, бывают такие удачные реконструкции. Очень часто оставались вопросы. Вы понимаете, что массовые захоронения могут быть не только результатом инфекции, но они могут быть результатом каких-то социальных конфликтов. Был такой большой международный проект в нулевых. Мы никогда не уверены в том, что мы можем обнаружить патоген. Поэтому современное человечество может быть тоже источником реконструкции заболеваний в прошлом. Это прицельное изучение нашего с вами современного генома.